Основной упор в работе с подрастающим поколением делается не только в образовательном плане, но и в духовно-нравственном и патриотическом воспитании. В очередной раз лекторская группа при администрации муниципального образования город Хасавюрт встретилась с учащимися средней школы номер 5. Главными вопросами беседы стали, как на сегодняшний день молодежь видит потенциалы к творческому саморазвитию, чему в большей степени следует уделять внимание, с какими сложностями сталкивается современное поколение. В самом начале своего выступления исполняющая обязанности начальника отдела по делам аудежи и туризма Айша Татаева отметила, что для творческого развития юных горожан создаются различные секции и кружки, в частности в образовательных учреждениях, а также на базе Дворца культуры «Спартак». Я была в «Спартаке» и наблюдаю такую картину при постановке танцев, в общем, я присутствовала, очень интересно он ставит танцы на самые известные песни, мотивы, которые вы слушаете по сей день. Далее есть студия художества, где наш художник, может быть, вы слышали, может, вы были в прошлом, позапрошлом году, у него была выставка в библиотеке «Шамиль Закарьяев» такой есть, он обучает этому делу. Далее, следующая студия у нас вокальная. Непосредственное внимание уделяется также пропаганде здорового образа жизни среди возрастающего поколения. Так, обращаясь к участникам встречи, главный специалист отдела по физической культуре и спорту в составе лекторской группы Боговдин Куниев рассказал о том, насколько важно уделять внимание физическому здоровью. Также обозначил, что Хасаверт всегда славился отличными достижениями спортсменов, которые прославили не только город и республику, но и в целом страну на мировой арене. Ссылаясь на то, что для многих успешных на сегодняшний день спортсменов, все начиналось с простого увлечения. Кто хочет заниматься в спортивных школах нашего города, бесплатно принимают наши спортивные школы. Но единственное, что вот есть у нас специализированные спортивные школы, которые проводят отбор лучших из лучших. Есть у нас спортивные школы, детская и юнорская спортивная школа по городскому, которые основной задачей ставят здоровый образ жизни среди детей. Также в ходе беседы, затрагивая вопросы разнопланового характера, была озвучена тема духовно-нравственного воспитания. На что представитель духовенства Магомед Ариф Дарбишев дал пояснение, что с точки зрения религии человек должен стремиться к познанию, особо подчеркнув, что ислам призывает к доброте, милосердию и прежде всего уважению. В завершении встречи присутствующие обозначили о необходимости регулярного проведения такого рода диалогов с учащимися. С момента создания лекторской группы, в состав которой вошли представители разных отделов и управлений, проведено огромное количество встреч с учащимися, родителями, а также преподавательским составом образовательных учреждений. Работа в данном направлении будет вестись на регулярной основе, отметили инициаторы. Бика Сулейманова, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».